Проверка фактов всегда была важной частью журналистской работы, но с появлением интернета и в особенности социальных сетей она стала действительно непростой задачей. Сегодня кто угодно может поместить любую информацию в социальных сетях, таких как Twitter или Facebook, сделав так, что она будет выглядеть очень правдоподобной. Журналисты нередко вынуждены спешить, чтобы первыми сообщить новость или заполнить информацией в эфирное время. Наша цель состоит в том, чтобы создать интерактивный инструмент, который позволил бы журналистам быстро анализировать истинно или ложно данная информация, кто именно был ее источником, где этот человек сейчас потенциально находится, близко ли он к месту событий или нет, сколько у него подписчиков в сетях, что другие пользователи социальных медиа говорили об этом источнике или его публикациях. Мы создаем интерактивный элемент – платформу, где все пользователи, включая журналистов, могут делиться информацией о том или ином конкретном событии. Роль SwissInfo в проекте состоит в том, чтобы собрать как можно больше разных историй и дать им оценку на предмет их правдивости. Затем мы передадим эту информацию партнерам, разрабатывающим инструменты проверки – факт-чекинг. Вот пример. В 2014 году скончался Корнелиус Гурлит, сын нацистского торговца искусством. От отца он унаследовал коллекцию живописи, среди которых предположительно было немало картин, незаконно отчужденных нацистами у настоящих владельцев, по большей части евреев. Сам Гурлит пожелал, чтобы после его смерти его коллекция отошла к художественному музею Берна. Сразу же в Твиттер и в новостных СМИ начали циркулировать слухи о том, что музей готов принять наследство. Изначальным источником этих слухов был репортер из американского издания Wall Street Journal. Очень скоро новостные сайты в Германии начали передавать ту же самую информацию. Сам же музей отрицал это и сообщил через Твиттер, что это не более чем слухи. Но ситуация изменилась позже, когда музей объявил, что он намерен таки принять коллекцию. Для этой истории мы постарались быстро собрать как можно больше сообщений с Твиттер, чтобы позже можно было к ним вернуться и проанализировать всю эту информацию, выделив сообщения, которые эти слухи породили, а затем разнесли по всему свету. Теперь наши партнеры введут всю эту информацию в разработанную ими компьютерную программу. Таким образом, система будет, как мы надеемся, способна сама определить, какая информация была правдива, а какая нет. Какой источник был надежен, а какой нет. В итоге мы предоставим в распоряжение журналистов рабочий инструмент, который по-настоящему изменит их работу, поможет распознавать слухи и проверять их на правдивость гораздо быстрее, чем сейчас. Субтитры подогнал «Симон»